Социальная сеть довела до смерти 17-летнюю жительницу Актобе. По неофициальной информации, фото девушки выложили в группе ВКонтакте под названием «Курица Актобе». Данные группы стали набирать популярность по всему СНГ. Наш корреспондент узнавал, для чего существуют подобные сообщества и можно ли привлечь к ответственности за оскорбления в интернете. О самоубийстве девушки сообщило издание «Актобе Таймс». Однако подтверждения этой информации от официальных органов не поступило. Корреспондент уверяет, что брат погибшей обвинил в смерти 17-летней девушки участников группы «Курица Актобе». К слову, состоят в ней почти 22 тысячи человек, и девушек туда не принимают. Цель группы, как написано на главной странице, вывести девушек, так называемых куриц, на чистую воду. По словам поводарского блогера и активного участника самых различных групп Антона Дышенко, на самом деле целевая аудитория таких сообществ – подростки от 14 до 20 лет, и они там просто сплетничают. Твое личное дело там, и твое личное мнение, и личное дело того человека, который осуждается. То есть, что она хочет, то она делает. Ты не вправе, потому что этот подростковый возраст, когда девочка к тому же очень эмоциональна по отношению к парням. Участники вывешивают фото девушек, которые якобы ведут беспорядочную половую жизнь. Они размещают контактные данные, место работы или адрес своей жертвы. Представительница прекрасной половины Динара Кузекова говорит, что за подобные сообщения авторов необходимо жестоко наказывать. Да если бы моя фотография попала бы, я бы этому парню не позавидовала бы. Я бы написала в первую очередь на него заявление. Если так, как бы это не подействовало, я бы нашла бы другой способ. Поверьте, безнаказанному бы точно не осталось. К слову, девушки в долгу не остались и создали группу «Петухи Актобе». И, как выяснилось, в популярной сети есть еще десятки подобных групп для каждого города. В Курице, Астане, Алматы и Павладара сидят парни, в петухах – девушки. По словам психолога Гульнары Садбаева, и подобные битвы полов происходят из-за того, что молодежи, кроме интернета, просто нечем заняться. Те, кто пишут, у этих юношей, возможно, занижена самооценка. Потому что человек с низкой самооценкой, он возвышается за счет унижения другого человека. По одной из версий, подобные сообщества стали появляться несколько лет назад в России. Самая популярная и скандальная на сегодняшний день – группа «Курицы Калининграда». В ней состоят почти 57 тысяч человек. В этой же социальной сети есть база данных откровенных фотографий казахстанских девушек, сделанных в общественных местах. При этом большинство героинь фотосессий даже и не подозревали о том, что стали предметом обсуждения тысяч пользователей. Но авторы не понесли наказание, потому что девушкам надо было доказать, что изображенные на фотографиях формы принадлежат именно им. В случае с курицами все гораздо проще. Даже если автор скрывается под ником, определить его IP-адрес труда не составит. И тогда сплетнику, согласно новому закону о клевете, грозит до трех лет лишения свободы. При желании можно отсудить и материальную компенсацию.